но мы все заехали но все так неоднозначно то есть вот домик наш корпус 72 мы заказывали сразу с удобством и то есть душевая унитаз чтобы все было внутри сейчас я покажу как внутри почему говорю неоднозначно приехали мы 8 10 10 9 в итоге заселились так 11 10 из 3 часа получается в 10 часов съезжают уборкой и только после уборки заезжают новые отдыхающие так сейчас я сниму по быстренькому так вот сразу диванчик раскладной и прямо санузел душевая кабина ну и здесь все понятно унитаз раковины в принципе мы как бы изначально на это настаивали холодильник микроволновка так и здесь спальня уже до спальная кровать телевизор шкаф переодеться и получается что этот домик нам обошелся на троих 6000 если без удобства то конечно было бы дешевле но ходить в общий туалет мы почему-то не захотели вот такой выбор сейчас готовимся на экскурсию пойдем на водопад в общем сразу вопросы возникли матрасу шатана убиты без какой-то и простыня и не так не постелить не так постелить короче наверное хорошо что мы только на три дня взяли доски даже вагонка даже не струбан и российский туризм турбаза глобус плюс то есть попробую сейчас и так ну вот вот так это выглядит такая двуспальная кровать такая простыня и горит нефига Едем мы с вами, ой, путь, значит, от Новосибирска, Чуйский тракт до... Я уже не работаю. До Ташанты. Да, правильно. Изначально являлась самым древним и самым известным торговым путем, о котором шли писания еще в китайских, то есть в учениях, в китайских историях, то есть в их описании всего этого. С самого начала это был торговый путь и путь, по которому шли воины на различные набеги, захваты и сражения. Так этот путь не был в таком виде, как мы видим сейчас. Это была обычная горная тропа. Очень узкая, с различными ручьями, перепадами, перевалами. И торговцам было очень неудобно. Неудобно в том плане, потому что, когда повозка с грузом, да, с товаром шла, она просто не выдерживала, потому что был длинный путь, был сложный и было очень много поломок. Соответственно, это расходы на починку, то есть этих тележек, да, повозок. И тогда более обеспеченные торговцы начали самостоятельно восстанавливать эти пути. Кто-то делал мосты, да, через реки, кто-то подсыпал какие-то переправы. Но всем понятно, что такое огромное расстояние своими силами, да, они просто не могли финансово даже сделать. И вот, спустя очень много лет, очень много споров и решений было принято все-таки сделать здесь. Около 30 лет шли различные дискуссии о том, в каком же все-таки виде должен быть Чуйский трактор. Приезжало очень много разных специалистов, очень много инженеров, которые в результате совещаний, различных экспертиз, да, которые брали пробу, то есть всего этого, все-таки приняли решение оставить Чуйский трактор в таком виде. Как же шло строительство? Делали в основном своими силами местные жители и силами заключенных. То есть проходила, допустим, дорога мимо какого-то села, там, деревни, да, и местные все выходили на помощь, все своими силами, кто чем мог, все помогали. Что очень интересно, даже во времена войны, когда, то есть, управляли на фронт всех, строительство дороги не на минуту не прекращалось. То есть вот уходила прям машина, да, с водителем на фронт отправляли, и все, кто оставалось, они все равно строили помаленьку, по кусочку, но не прекращали. Очень ценились на фронте, когда делали дорогу жизни, да, вот как вы помните, потому что был очень большой опыт у водителей, потому что местность горная, местность сложная довольно-таки, да, они были очень богаты опытом именно в таких сложных ситуациях по бездорожью, и там их очень ценили, и с их мнением очень считались. Вот. Потом, смотрите, да, что касается покрытия именно дороги, сделали изначально хорошо. То есть, как такового основного ремонта практически не было с уходом в эксплуатацию дороги. Единственное, сейчас собираются делать чужский трак более широким, потому что поток людей увеличился, ну и дорога уже становится тесной. Ну, это будет по плану, что тут я вам не подскажу, за счет чего, в какую сторону будет расширение. Ну, может быть, видели, да, кто ехал со стороны горного оттуда, да, что уже идет какой-то ремонт, где это кусочками начинают делать. Ну, я думаю, что в скором времени это будет полноценная дорога, очень большая, с хорошей разброской и большой транспортной власти. Что касается нашего плана сегодня, что мы будем с вами делать? Сейчас мы с вами приедем на базу, пройдем по мосту и у нас будет прогулка по лесу. Мы пройдем примерно 2700 с вами по лесу, по такой более пологой тропе. Прогуляемся, идем до водопада. Вот, там сделаем с вами снимки, посмотрим, полюбуемся, расскажу вам, что знаю, поделюсь с вами знаниями. Вот там будет два варианта. Либо по тому же пути возвращаться обратно по лесу, либо можно будет обратно уехать на моторный ход. По ситуации посмотрите там, кто что выберет. В любом случае, если кто-то решит идти обратно пешком, я все равно иду с вами. То есть это независимо. Я поеду на улице. Здесь пешком. На улице , я была огородной кишечкой. Она такая кислая. Здорово, знаешь, я хочу вот спасибо. Там такая матьчусти vaiZY, что буквально ли же фильмы раз встали. Сейчас было прямо как о путистике. Да, 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 да. Вот все фильмы Шукшноды, которые были в этом районе сняты, они абсолютно реальных событий, то есть это те же самые горы, это те же самые люди, которые где-то в камне попадаются, те же самые кафешки, которые мы в своем городе приезжали, говорили об этом. И так же с Рост, это все вот как-то здесь было абсолютно просто. Ну смотрите, опять-таки в каждой шутке есть золя график, да, такой фильм. Каждый режиссер, да, он придумывает что-то свое, где-то на реально вкусно. Ну, эти все тонкости в совокупности получают, как бы, отличные сюжеты, как уже всем полюбившиеся, да, я вот ни комнаты, ни золи, честно говоря. Получилось, да? Вот смотрите, как это здорово, вы сметите. Да, есть. Система, да, есть. Получается, везде пробовали. Это царская охота. Именно с этой базы они сделали свой мост, частный мост, который сокращает путь к водопаду. Если мы без моста, да, будем добираться дотуда, то нам придется преодолеть огромное количество километров, очень много обетлять, и, как бы, это затрат времени и следствия. Они поставили свой мост и переправляют туристы к туристу. Пойдемте. Вот он. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Протягивайте ручку по одному. Одевайте браслеты, и я здесь. По базе мы с вами прогуляемся на обратном. Сейчас мы идем направленно на оборот. Как я говорю, закрываем глазки между теми, которые живут в лавках, потому что обратно я на моем времени все просмотрим. Вот тот самый мост, да? Чтобы сократить дорогу, они поставили и берут символическую плату, чтобы у вас все-таки оккупаться, потому что их одевание уходит на нового смысла. Начинают освещение, заканчивая какими-то постоянными и активными. Где-то смазать, где-то заменить решение. Где-то натянут такие средства. Ну а до них, собственно, сделали какой-то символический спор, для того, чтобы поддерживать часть. Украинская волна, появлялась, которая была здесь, городом города в Мехе. Он заajuь, где-то заменил пробу. Я заснула наш февраль. Что-то сейчас. Что-то происходит. Я заснула такой февраль. Мехе в дом. Казахстан Ира, не расшатывай мост Ира, не расшатывай мост Ира, не расшатывай мост Ира, не расшатывай мост Ир, не расшатывай мост На самом начале Ну у каждого уже свой, я-то больше зрее кто-то это. Так, можно за перилки заземлиться? Чтобы это не считалось. Продолжение следует... 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 Более таких ритуалов, да, потусторонних, да, ритуалов, правильно. Вот, и потом уже более богатые, более обеспеченные люди, да, во времена христианских, хотя бы эти все, бояре, когда были все, они начали приезжать на Алтай для того, чтобы лечить близких своих. Очень много раньше было распространено уже бронхитов, чахоток, да, и всех вот этих эпидемий. Как правило, это были, то есть на легкие какие-то, да, на горло, на голову. Ну, такие малозначимые болезни. И все отправляли своих возлюбленных, своих детей, более знатных людей, да, именно на Алтай для лечения. За счет того, что... Все там слышат меня маленько хотя бы? За счет того, что здесь очень много хвойных растений, очень много трав, и воздух, он благоприятный, то есть достаточно влажности для нормального работы организма, да. Если возьмем, например, более степную зону, там у нас будет недостаток влаги. Организму будет плохо. Или берем, допустим, зону моря. Влага большая, соответственно, даже все ранки, они, что там, дело возможно, кто-то просто знает, они заживают в разы дольше, чем вот в нормальном, умеренном климате. Тоже плохое влияние на организм. Вот. Богатые отправляли сюда лечиться, и кто-то начал здесь покупать землю, да, ставить домики, там что-то, пытаться развиваться. И со временем, со временем, когда люди стали более развиты, появились больше возможностей финансовые, да, начали уже приезжать сюда. Ну и сейчас мы видим, что это огромный турист, поток туристов, да, не только с ближних, там, Барнаула, Новосибирска, Ломска, Кемерово, да, приезжают с Москвы и прилетают с Питера сюда. Просто даже для того, чтобы хотя бы раз посмотреть. Плюс бантовые ванны, да, слышали, видели, очень много реклам, и очень ценятся людьми за счет своих свойств. Проезжали вот с вами деревушку, там совсем рядышком есть моральник. То есть искусственно выращивают моралов, как раз таки для того, чтобы спиливать в них фанты, брать кровь, да, когда уже подходит к концу их жизни, и использовать это все в лекарственных целях. Чем же они полезны? В них содержится очень много полезных веществ, минералов, кислот, да, солей, которые очень благоприятно влияют на наш с вами организм. Еще в древности люди, очень можно заметить, да, на скалах изображения, то есть козерогов, моралов, оленей, то есть чего-то такого, да. И люди раньше не могли бы понять, почему такой эффект от мяса моралов, от их крови, почему так происходит, да, и получается. Они приравняли это животное к священному, да, то есть у кого-то было татемное, то есть, ну, все вот эти тонкости. Сейчас, в современный век, много разных технологий, уже всем понятно давно сделали экспертизы и поняли о том, что содержатся вещества, поэтому они так хорошо нас соединяют. Что касается моралов, это животное семейство олениных, по весу около 300 килограмм, оно по высоте различное от метр двадцать до двух с половиной, то есть в зависимости от крупности особа, особи, самец, самка и все прочее, у них ценятся рога. Если в дикой природе животные живут около 10-14 лет, то в неволе они проживают порядка 25, ну, иногда даже выше. Почему? Рассказываю. У них очень интересная структура их рогов. То есть, допустим, если у лосей они всегда разветвленные растут, только количество чуть меняется, то у моралов бывает совсем другое. Некоторые случаи, когда рога у них становятся острыми, и это становится травмоопасным для его собратья. То есть, когда начинается у них брачный период, они начинают биться между собой, и такой острый опасный рог, да, от впечатления, оно просто пронзает противника насквозь, и все, животное уже погибает. Моральники, конечно, за этим следят. Такие рога вовремя убирают, спиливают, чтобы обезопасить животных между друг другом, когда они мечтают. Вот эти схватки производили. По этой причине долго живут. И еще бывает, что охотники в лесу находят скелет или трупы, да, в зависимости от времени, животных, которые просто рога у них у него скелета есть. Почему? Начинается битва, они сцепляются с такой силой, что растопиться просто и без здоровой помощи не могут и погибают. Ну, слушать, не как ходить, не как, соответственно, я не знаю. Что поделать? Что поделать? Что поделать? Моральник. Здесь, вон, 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 вон. Моральник. Я вот астматик и сколько я лажу под рам, ничего не не ездят, когда я помню, что приводят. Хотя в городе, ну вот эта периодичность раз 20 задней, да, то есть потешать, здесь абсолютно практически не нужно. Хотя и нагрузка большая, то есть, представляете по горам и ходить все-таки, для организма тяжеловато. Не жалуешь. Вот свет, да, смотри, парадку зеленел, то есть она уже не серая, а уже зеленая. Облачность меняется, количество областей, прохождение цветов. У, уже другой цвет приобретается. Это еще там, на базе зеленых ваших трубах. что касается животов, да, которые выводятся. Это в основу мелкие грызуны, наподобие мышей полевок, остроносиков, ну, всякого. маленького набережного. Это зайцы, это лисы, это глицы. И что, где-то по окраам? Шуба. Глобость, да, вот именно мелкого. Такое обыкновение. Их крупно у нас в моралах, в горах, где такое, они поднимаются вверх. На лето на южные склоны, на высоту, потому что их съедают мошки. Им очень некомфортно, они поднимаются, да. На зимний период они спускаются ниже. И, видите, что у нас живот в одном. Но сам по себе морал, животное очень пугливое. И оно боится рыбик. Видите, вот, но просто. Ну, и как бы их осталось довольно-таки небольшое количество, да. Потому что браконьеры сдают эти рога за огромные суммы, которые, чтобы этот вид добыть, да, они животное поднимают. Если на фермах выращивают и бережно призывают, чтобы животное продолжало жить, да, в правильной последовательности, стихологии с определенной, то дикость, вроде, просто убили. Все, что можно, продали, это там, съели, отдали, сдали, выбрасывали все. Животного нет, деньги получили. Поэтому, видите, не волосы. Великие, конечно, деньги 10 рублей. Комбо очень диетическое мясо. То есть, по калорийности, оно должно иметь секундочку. Что касается вкуса. Да что-то, вот, вот, вот. Великие, да, и все. Оно имеет, да? Такое, слежка. Хладковато, соленое. Не подлечает, конечно. Оно волокнистое, как говязь. Я возьми, белье. Ну, не такое жесткое. А, ценишься аллергиками, да? Потому что мясо не такое аллергическое. Ну, допустим, бать на свинину не у слаймов, да? Там, чего-то. Ну, и опять-таки, все, что предлагают туристам в каких-то кафе, в каких-то определенных местах, да? Там, где пишут, мясо, морал, там, все. Ну, это все ерунда. Ну, не факт. Не факт. Потому что, на самом деле, огромных денег стоит, во-первых, мясо. Во-вторых, не все же люди пробовали когда-то. Могут подсунуть любое другое мясо, есть какой-то морал. И ты будешь верить и говорить, да, вкусный морал. А на самом деле, может быть, какой-то кролик, там, теленок или что-то лежет. Или курица. Или курица, да. Ну, то есть, то на что гараж. А вы потом будете всю жизнь так верить, что вот такой, вот такого вкуса ваша. Уже жира поднимается, чувствуется парит. Да, да. Влага даже по рукам, по телу. Очень много акаций. Потому что она само по себе низкое растение, неприхватливое, непривередливое. На камнях расти ей вполне комфортно. То есть, даже в более степных местах, где нет влаги, не в том же моменте. Здесь ее огромное количество, потому что влажно. И для того, чтобы произрастать, каких-то определенных условий конкретных, ей не нужно. Она неприхватливая, непривередливая. Здесь ее огромное количество. Я ее не люблю, потому что она очень колючая. Когда я хожу, он рвет мне всю одежду, царапает ноги. Но, когда цветет, очень красиво. Позаметили еще, нет комаров. Очень мало насекомых. Кому-то рассказывала? А почему здесь мало насекомых? Смотрите, комар, да? Самое распространенное. То есть, он с Томска, Новосибирск, Барнаул. Заполоняют, съедают всех и вся вообще, что шевелится. Здесь нет. Почему? Личинки комара для того, чтобы размножиться, нужна теплая вода. Катунь ледяная. То есть, размноживание просто невозможно. И личинки, они даже не могут вывести. Во-первых, течение смывает, если кто-то его умудряется оплаживать. Во-вторых, холодная вода. Она просто не развивается. Умирает. Да, они выводят все равно. То есть, можно увидеть даже на вале, нескольких суток. То есть, вечером в море, можно заметить. Они выводят где-то в болотинах, в каких-то лужах, которые после дождей остаются. В лесах, да? То есть, тепло, вода прогревается. Какой-то маленько-маленько-маленько можно что-то постараться. И они выводятся. Здесь очень много паутов бывает. Допустим, позапрошлом году. Капец, сколько было. Невозможно было выйти. Они прям съедали. Ветерок сбывает, а если тихо стояло, то они прям заполоняли и очень сильно кусали. Так же нет практически мошки. Но вечерами тоже можно заметить, что прямо это появляется. Но не в таких количествах, как в городах. Потому что, например, в Барнаул Новосибирске там вот, вот она рядышком абсолютно. Их там тысячи. Все, размножайте сколько хочешь. Все залы, озера, которые делают. Их очень много. Как все суть у тебя? Ну пока еще. Сейчас у вас будет с вами беседка. Давайте сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Даже не стоит замахиваться. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, справа будет беседка. Можем мы посидеть. Давайте сделаем. Домойте. 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 О. Пос nation setting с week aprender Домойте. Подразделение Домойте. Здравствуйте. Домовойте. Покажите за имя. Водопад. Раньше на нём стояла мельница, очень много стоящего, сделанного отверстия, и будет приобретено пересечение современного бревна и бревна еще другого времени. Покажу, расскажу почему, и как это будет идти. Сейчас-то всё поразрушилось, ничего нету, и водопад сделали просто туристической зоной. Облагородили, сделали лестницу, полянку, поставили в ярмарке, и то есть люди ходят, посмотреть уже комфортно. То есть не нужно по камням там лестнику, покорясь, забираться, да, лестница, всё доступно, можно пройти везде, подняться, где находится. Высота водопады, здравствуйте. Он не высокий, но один из самых легко доступных, близких и зрелищных. Имеет два перепада и недостаточно большой мощности. То есть если стоять рядом, прям тарит, практически как на газу. Но говорят же, водопады создаются из кратера. Водопады делаются намного проще в некоторых своих моментах. Идет какой-то родник наверху, то есть выдавливает снизу вода, поднимает тем самым наверх. Родник, идя сверху, со временем пробивает себе дорогу, становится более-больше. За счет талых вод, за счет того, как тает снег, какие-то обламываются камни, порода все-таки здесь достаточно хрупкая, видите, да, очень большой оседает. Это как бы не скалами более, а осыпная часть. Всё. Ручей тут пробивает постепенно воду, увеличиваясь, улучшается проходимость. И в каком-то определенном месте, где очень резкий перепад, создаются водопады. Вдохнули. Всё, пойдём. Пойдёмте, покушим. Если сравнивать к тропкам и другим, да, достопримечательностям, например, это Тальвинские пещеры или какие-то другие водопады, даже если будете самостоятельно куда-то, куда-то возможно подниматься, да, одна из самых комфортных, потому что она прямая, пологая и без резких перепадов. Поднимаясь на пещеры, нужно преодолеть довольно-таки высокое расстояние по резким, то есть скалам, по большим уступам. То здесь мы просто идём более-менее, да, пробуешься над шагом сами, каких-то неприятных ощущений от подъёма, от нагрузки не испытываем. А мы поднимаемся, да? Ну, мы идём практически ровно. Вдоль реки. Ну, где-то вверх, где-то вниз, то есть особого резкого перепада. Вдоль реки. Вдоль реки. Продолжение следует... 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 Тотографируйте, что ли? Отставьте. Смотрите, пану фунт по коням. Почему выступают? Деревья пускают и корни, за счет того, что внизу парни выступают наверх. А сверху породы, которые есть, для того, чтобы их хорошо закрыть, недостаточно. И мы, люди, с вами вытаптываем, выдываем ветрами. Получается вот такая вот корневая система, открытая на виду. Дерев, конечно, очень плотный, потому что мы их побеждаем. Но для нас тоже не очень хорошо. Можно очень скорого свалиться и хорошо там будет. Опять же, присыпать на таких моментах бесполезно, потому что, когда идут дожди, просто смывает любое покрытие, которое сверху насыпается. Мы на базе даже боремся, вот у нас там, когда берегу плохо. Каждый год сытим, 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 и все, все, все. И дождь, мыло, все. О, бля, щебенка, все. Такое, просто детство. От большой влаги, заметили, очень много муков, лишайников, да. И деревья быстро падают, потому что влажность. Они быстро замевают. Они тут превращаются к природным. Да, да. Косик. Вот что-то он искал, красивый. То есть, видите, зарез темно. Можно видеть, как порода кусочками не маленькие, а маленькие. А ты берешь, если ты берешь. Ммм. Ммм. Валю даваловую, я отраслю. А, и добавлю. А где ты? Вот мне она уже не посылала. Нет. Нет. Нет, нет. Нет, нет. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Загадать успели, а то не будем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...